Ну что ж, вот мы на реке Инзер. Предстоит нам 40 километров до Зуякова. Это само село Инзер. Река Инзер. Мы на старте. Радик у нас укомплектовался. Надев чулки от ОЗК. Тут у нас катер маратовский. Буксировочный. Мотор только отсутствует. Фаильджан. Ну и моя скромная маленькая лодочка тоже взял ОЗК. Ну в общем что, в добрый путь. Решил записать видео, пока мы идем по относительно спокойной такой воде. Километраж, скорость 8 километров в час. Нам нужно преодолеть 41 километр. То есть это получается 6 часов. Красота. Глубина сколько? Глубина 2,70. Такая вот скорость. Вышли мы вчетвером. Будем идти не торопясь. Вообще даже весла просто отдыхают. Подруливаешь и все. Вон там скала. Интересная. Знаменитая Инзерская скала. Есть у нас вот такой лайфхак на лодках ПВХ. Это когда один к другому пришвартовывается и получается большой плод. Да. Вот мы пришвартовались. И спокойненько. Заходи, заходи. Вот еще один пришвартовывается. Идет на посадку. Идет на посадку. Оп. Фаильджан разворачивайся. Пристегнуться. И все, да. В стыковочном моду. Разворачивай Фаильджан. Вот. Вот. Мы приближаемся к этой скале. Красивой. Красота. Красота. Вот и ветер начинается. В ущелье. В ущелье заходим, начинается ветер. А вот посмотрите. Отдельно стоит апостамент такой. Интересный. Сейчас мы его приблизим. Сейчас я вижу, сколько камер. Вот. Еще скалы. Интересные. Так вот они вблизи. Вот. Какая красотища. Пока вода спокойная. Но вон там, впереди, что-то начинается. Надо посередине от проходить. Ну, меня заплескало, блин. Еще раз бег. Загребай. Вот здесь такое расширение. Большое. Али, ты не греби. Куда ты сейчас? Поворот надо пробовать. Греби, греби. Зачем? Нам же туда. Греби. Потом качу. Греби. Радик, сейчас в камень войдешь. Вот у нас такая панорамка открылась. Интересная. Деревня и горы. Вот такая красота. И штормит. О, живые. Здесь пошло. Вообще штормит. А, блядь, здорово потерял. Ага. Что, по правой пойдем, что ли? Или лучше по левой пойдем? Ах! Вот мы добрались до нижней тюрьмы. По-другому корпуста. Рядом здесь такие интересные домики на берегу. А вот и впереди. Ну вот мы добрались до корпусты. Шикарное место. Прям такое уютное. Здесь я справлял свой день рождения. Мы приезжали сюда на машинах. Кстати, дорогу немного там пытались испортить. Перекопали. Но сбоку нашли объезд. Не знаю, конечно, как будет в этом году. Вот. Такая здесь скала. Вид на нее шикарная просто. Очень много здесь мест, где можно присесть, отдохнуть. Ну и самое интересное, это вот тут место. Вот, я считаю, что тут просто обалденно. Ну, а если пройти немножко по лесу. Кстати, здесь лес такой. Он даже сейчас, в апреле, уже ароматный. Аромат еловых. Вот. Пошожу к реке. Туда же уже кто-то заготовил дрова. Лежат дровишки. Костровая. Вот такая территория отсюда. Берег. Это вид с берега. Вот мы там остановились. Такая скала вот. И просто шикарное место. Обалденное. Наша парковка. Туда же ступеньки. Умывальник рядом. Умывальник. И вот в таком месте мы решили присесть, покушать. Отплыли от корпусты. Идем дальше. Железнодорожный мост. Кстати, очень сильный шум, когда ты под мостом. А сверху едет поезд. Как раз таки едет поезд. Но он нас не застанет. Еще что интересно. Бывает вот так вот раздваивается все. Влево, вправо. И приходится выбирать. Решил я подойти поближе. К таким вот скалам. Давай. Очень интересный рельеф. А это вот мы и подходим к селу Осы. Старый, такой трухлявый весь мостик. Я думаю, мало кто по нему осмелится пройти. Такая полоса препятствия. И уже и вход тоже разрушен. Часть осталась навесная. Остальное все порушилось. Автомобильный мост. Для того, чтобы попасть в Осы. Вот санаторий здесь. Знаменитый башхирский санаторий Осы. Решил на удачу пройти. Прошел. Я тоже не управляю. Вот так вот выглядит мост под мостом. Ну вот мы вышли из-за деревьев. И теперь лучше видно. Сейчас попробуем найти там дальше место, в котором мы останавливались года, наверное, три назад. Вот они, красные скалы. Вернее, розовые. Красавцы. Розовые скалы. Вид снизу. А это вот специальное укрепление железнодорожное, чтобы не размывало. О, блин. Цепанул. Когда проезжаешь место стоянки и приходится за тобой бегать. Ну, течение хорошее. Прям видно. Поэтому так и происходит. В общем, решили забраться на розовые скалы. Местечко, кстати, клювое. Для стоянки тоже. Кто-то забыл полотенце. Канистру. Пошли. Немножко пройдемся до скал. Добрались мы немножко. Вот Мара стоит запыхался. И я тоже немножко. Подъем такой разминочный, так скажем. Вроде нет. Продолжение следует... Продолжение следует... в общем мы увидели такой ручеек клевый решили остановиться красота вообще и немного осмотревшись мы увидели в лесу вот такое вот сооружение ну это автобус в лесу гостиница любой желающий оплатив может сюда приехать и переночевать провести время место клевый родник вот рядом только что снимал вот сам автобус он конечно же скорее всего заперт там птичка даже внутри прыгает бегает вот птичку кто-то оставил внутри такая здесь костровая неплохая даже есть туалет вот сам автобус шикарный вид скалы вот беседка с дровами такой здесь интерьер печка и ночевать такой вот автобус в лесу деревня брештамак вот здесь такие горы клевые работа бобров подточили они деревья то что ж мы уже скоро подходим к месту высадки а здесь вот интересный камнепад уже почти до реки доходят камни и снег лежит немножко качка были конечно моменты и покруче но в таких моментах снимать на камеру не очень потому что нужно управлять лодкой так вот ну и вон видно захлестнуло ну вот мы и в зуяково посмотрите какая интересная сосна раздвоенная и вот такие домики на берегу просто шикарно такой здесь вид в деревушке как файл тебе нормально ну что мы собрались все укомплектовали ожидаем ожидаем электричку и вот она едет забирать нас домой ну конечно не домой поедем в инзер а там нас ждет машина сезон открылся ха-ха-ха такой вот интересный брелок в электричке ты забыл посмотреть очки вот мы в инзере сейчас домой с такими вот баулами на меня тоже засними с какими я баулами с такими баулами это я вел трансляцию сегодня и вот мы возвращаемся домой на мой инзер все домой Доброе утро!